Онкодиспансер будет исключен из черного списка проблемных строек. Сегодня об этом в ходе рабочего визита в набережные Челны сообщила депутат Госдумы Альфия Кагогина. Она на месте проверила, как идет строительство медучреждения. Напомню, глава счетной палаты России Алексей Кудрин был обеспокоен строительством онкологического диспансера, который срывает сроки освоения средств. Обеспокоиться незачем, в этом уверена Альфия Кагогина. По ее словам, возведение онкологического диспансера идет в срок. Никаких срывов нет. Я доведу до счетной палаты и до парламента, что на объекте идет все по плану. И стройка реальная, а не на бумаге. Она вот, вы ее видите, и жители видят. Видит то, что уже завершены монолитные работы третьего блога радиологического корпуса. Строители приступили к кирпичной укладке наружных стен, перегородок и многого другого. В подвальных помещениях ведутся работы по штукатурке стен. Помещение готовится под монтаж оборудования. В амбулаторный корпус ведутся работы по устройству железобетонных конструкций. Началась прокладка тепловых сетей. Планируется, что отопление в здании появится уже в этом году. В первой декаде декабря должны привести и новые оборудования. А пока строители возводят объект, врачи, которые будут работать в новом онкологическом диспансере, повышают квалификацию и проходят дополнительное обучение. Всего планируется повысить квалификацию 50 человек. Некоторые врачи прошли стажировку в Турции и Германии, другие обучаются в российских центрах. Проходят обучение радиотерапевты. Федеральный центр, город Москва, имени Блохина, обучается у нас доктор. После Нового года второй радиотерапевт поедет уже на обучение. И в городе Москве в центре УЗИ обучается. Еще один строящийся объект, который посетил Альфия Кагогина. Бассейн между школой номер 19 и гимназией 77. Это реализация нацпроекта «Демография». Из федерального бюджета на его строительство выделено более 270 миллионов рублей. Здесь будет зал сухого плавания, малая и большая чаши. Завершен монтаж металлокаркаса и все бетонные работы. И уже приступили к внутренней отделке, внутренним стенам, перегородкам. И к монтажу помещаются фасадные части. По словам строителей, сдадут бассейн в эксплуатацию не раньше июня. Строительно-монтажные работы планируют завершить в мае следующего года. Готовый бассейн передадут в спортшколе «Дельфин». Планируется, что в первой половине дня в бассейне будут проходить уроки физкультуры у учеников 77 гимназии и 19 школы. А во второй половине дня в бассейне смогут заниматься воспитанники спортшколы «Дельфин». А именно синхронисты и пловцы, а также все желающие. Эльмира Гаинудинова, Дмитрий Кравченко, Челны 24.